К нам присоединяется Денис Попович, военно-обозреватель. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Денис, вот смотрите, в 506-й день полномасштабной войны все равно продолжаются тяжелые бои на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. И силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщает генеральный штаб. Почему, как вам кажется, до сих пор все равно упор Российской Федерации, армия Российской Федерации делает именно на этом Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях? По Купинскому направлению и Лиманскому направлению это не секрет. Они раньше там концентрировали войска, довольно упорно там собирали ударный кулак. Они собирались там взять и вазу за свои потери, понесенные вследствие нашего контрнаступления в Харьковской области. Это произошло, как мы помним, осенью прошлого года. А сейчас их наступление, оно сводится к тому, чтобы вынудить нас перебросить резервы, в том числе и с юга Украины, для того, чтобы заблокировать наше наступление на юге, то есть из запорожского направления. Я рассчитываю, что если им это удастся, то таким образом может возникнуть клинч, то есть мы не сможем наступать на запорожское направление, для того, чтобы отбить их наступление на Купинск, на Лиман, для того, чтобы как бы сохранить, скажем так, те территориальные завоевания или отвоевания, в общем-то, сохранить те освобожденные территории, которые мы сумели отвоевать в осенью прошлого года. То есть вот их замысел просто выманит наш резерв. Один для россиян, второй для нашей армии. Но не рвутся Лиман, мы по этому же направлению рвались в Кремену. Мы собирались освободить. То есть если посмотреть на карты, то, в общем-то, мы увидим, что эти города, они находятся, они находятся неподалеку друг от друга относительно. То есть не называть лиманским направлением, да, то есть мы наступали на Кремену и освободили в Лиман. В чем заключается их стремление прорваться в Лиман, то, как я уже говорил, это отвоевать, отвоевать, скажем так, снова-таки взять ливан за наше контуроступление Харьковской области, потому что мы сумели их там разбить и отбросить назад. И второй вариант, это снова-таки начать наступление на Донецкую область, они, эту задачу для них, она остается в силе, несмотря на то, что мы наступаем под Бахмудом. То есть вариант с их точки зрения освободить, захватить Донецкую область для них все еще является реальным, то есть задачи, если кто не снимал. И лиман является частью этой задачи. И вот касательно Бахмуда, да, мы там, наши войска имеют частичный успех, и, как сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Черваты, на этом направлении продолжается ежедневная боевая работа, шаг за шагом, это я цитирую, максимально сохраняя личный состав, мы двигаемся к тому, чтобы занять господствующие высоты и вытеснить противника из его рубежей. Ну и, конечно же, он добавил о том, что за минувшие сутки буквально там 538 раз были по украинским позициям разными видами артиллерии, то есть там все равно не прекращаются интенсивные в ответ обстрелы. Как вы считаете, насколько уже, скажем так, наши позиции закреплены на высотах, чтобы смочь вытеснить врага уже окончательно? И за счет чего они там держатся? Мы же видим, что уже и вагнеровцы оттуда ушли. Ой, там ситуация очень сложная, динамичная. Да, в целом мы, в общем, хотим закрепиться там на господствующих высотах, для того, чтобы взять под контроль и Бахмут под огневой контроль, и Клещевку в данном случае. То есть сейчас очень напряженные бои идут вокруг Клещевки. В районе Курдюмовки это еще южнее Клещевки. И на северном направлении это Берховка. То есть там сейчас было бы опрометчиво говорить о каких-то существенных, скажем так, плюсах для нас, ну чисто с точки зрения какого-то суеверия, потому что бои продолжаются и забегают интернет-никактивность. Отвечая на ваш вопрос, почему они там так держатся зубами, они перебрасывают резервы. Они постоянно перебрасывают резервы для того, чтобы сохранить свои позиции в Бахмуте. А для чего им нужно сохранить свои позиции в Бахмуте, потому что для них это приз. Мы помним, какие там бои разворачивались. Тяжелейшие бои разворачивались зимой, весной. Потом они поспешили заявить о захвате этого города, полного контроля над ним никогда не было. Но они об этом сказали. И Бахмут был призом и для Привожина, и для командования вооруженной силы Российской Федерации. То есть за них это была победа, то есть то, что они могли предъявить в результате своего наступления осенью, зимой и весной этого года. Если они его потеряют, то есть если мы сможем освободить Бахмут, выдержать российские войска оттуда, то это для них будет очень серьезно информационное военно-политическое поражение. И они не хотят его допустить и почему-то бросают туда все возможные резервы. Денис, мой вопрос связан с одной из главных новостей вчерашнего дня. Командующий группировки Таврия Тарнавский сообщил о том, что кассетные боеприпасы уже в Украине. И вот хотелось бы узнать плюсы и минусы этих боеприпасов. То есть есть угроза гражданскому населению. Есть проблемы с дальнейшим разминированием. Пожалуйста, конкретнее по этим боеприпасам. Какие плюсы, какие минусы? Ну, по поводу гражданского населения уже были заявления о том, что эти боеприпасы будут применяться таким образом, чтобы создавать минимальную угрозу для гражданского населения. Причем возможна опасность в том, что они могут оставлять суббоеприпасы. Мы знаем о том, что кассетные боеприпасы, они снаряжены большим количеством таких мини-бомб суббоеприпасов, которые находятся в середине каждого из таких снарядов. И эти суббоеприпасы могут не взрываться. То есть они могут оставаться в земле, что, в общем-то, в перспективе может создавать угрозу для местного населения, стариков, детей и так далее. То есть американская сторона сообщила о том, что они передают нам такие снаряды, в которых возможное количество невзорвавшихся суббоеприпасов будет минимальным. Мы, в свою очередь, говорим о том, что эти боеприпасы будут применяться вдалеке от населённых пунктов, то есть по расположениям частей украинской армии. Прошу прощения, я говорил, с условно российской армии. И американская сторона также говорит нам о том, что будет помогать нам в дальнейшем в разминировании возможных неразвражившихся этих маленьких бомб. В чем плюсы этих кассетных боеприпасов? Они состоят в том, что они способны покрывать один снаряд, способен пораживать очень большую площадь. Там есть подсчёты, радиус разлёта этих суббоеприпасов от 100 до 300 метров. То есть можем посчитать площадь, которую они могут накрыть суммарно. То есть один боеприпас накрывает очень большую площадь. Он поражает этими маленькими суббоеприпасами как живую силу, так и технику. Живая сила — наибольшая угроза для живой силы. Той, которая сейчас находится в окопах. То есть эти снаряды могут использоваться в наступлении, да, и в том числе в разминировании территории. Мы знаем о том, что сейчас для того, чтобы преодолеть первую полосу обороны, основные усилия приходят именно на разминирование. То есть противник очень много мин разложил в Запорожской области, таким образом обеспечив свои оборонительные порядки. И суббоеприпасы не могут в том числе приводить детонавт этих минных полей и таким образом немножко обличить нам задачу. Да, безусловно, они не гарантированы полного разминирования, но так или иначе они способны какую-то часть мин подорвать. Денис, у меня тогда уточнение по поводу этих боеприпасов, поскольку также Тарнавский отметил, на что еще надеется, скажем так, украинская сторона, используя эти боеприпасы. Они могут радикально изменить ситуацию, говорит Тарнавский на поле боя. Враг также понимает, что с этим типом вооружения у нас будет преимущество, и враг откажется от части территории, на которой мы можем применять эти снаряды. У вас какое видение по поводу того, действительно ли враг сочетать разумным, отступать на тех участках, где будут применяться эти кассетные боеприпасы? И тогда о каких, скажем так, масштабах территории может идти речь? Я могу предполагать, что господин Тарнавский рассчитан на то, что эти боеприпасы идут преимущество украинского поля боя. Мы разделяем, скажем так, этот прогноз, и нам хотелось бы действительно, чтобы эти боеприпасы дали нам какое-то преимущество. Как я уже говорил, они опасны для живой силы, которая находится в окопах. Очевидно, господин Тарнавский предполагает, что будут оставлены те оборонительные позиции, которые снабжены соответствующими укреплениями, которые могли бы помочь российским филатам укрыться от разрыва этих боеприпасов. Но это мое предположение. Отвечаю на ваши вопросы. Украинские военные нанесли большие потери российской армии в временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Давайте послушаем. Разведчики сообщают об успешной отработке наших сил обороны по позициям военных РФ на Токмакском кузнечно-штамповочном заводе. Уничтожено около 200 россиян вместе с комендантом города. ФСБшники в панике вывозят свои семьи. Россияне, по прогнозу, жара будет только усиливаться. Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в Телеграм. Денис, означает ли это, что сейчас вооруженные силы Украины на таврийском направлении делают главный упор на дальнобойную артиллерию? Дальнобойная артиллерия – это не только дальнобойная артиллерия. В данном случае, скорее всего, дальнобойная ракета используется. В том числе и по Токмаку, и по Бердянску, и по другим населенным пунктам, которые сейчас находятся в Тулу российских океанах, по вооруженному направлению. Для чего это нужно? Это часть формирования поля боя. Мы сейчас говорили о кассетных боеприпасах, которые могут быть теоретически использованы для разминирования территории, в том числе. А удары по тылам, мы сейчас говорим о Токмаке, мы сейчас можем говорить о Бердянске, мы сейчас можем говорить о Приморске. То есть везде, где происходят эти удары, они направлены на то, чтобы снова-таки лишить российскую армию командования. Мы помним удар по Бердянску, в взятии которого погиб, был ликвидирован российский генерал, высокопоставленный российский офицер. Удары по спадам, удары по логистике, все это, в общем-то, приводит к тому, что российская армия лишается достаточного обеспечения. И теоретически это может привести в будущем к снарядному голову. То есть все это формирование поля боя, все это создание условий для того, чтобы мы могли прорвать их основную линию обороны и дальше развивать наступление. Ну, ближайшая аналогия, это события, которые в прошлом году происходили на правообережье Хельсовской области. Там мы тоже помним, что мы там тоже наносили удары по логистическим маршрутам, но в том случае, когда это были удары по мостам. Сейчас ситуация сложнее, потому что территория больше. Но, в общем и целом, это подчиняется той злоде. Конечно, как в дополнение стоит ли ожидать, что таких хлопков, условно говоря, станет больше, поскольку, давайте напомним, что Франция еще в дополнение до дальнобойного оружия, скажем так, скальп предоставит Украине. Это аналог, скажем так, струмшедов. Вот как вы считаете, какие дальше можно ожидать направления, будут усиленно, скажем так, отодвигать противника? Ну, если мы говорим о Запорожской области, о наступлении Запорожской области, там будут выбраны те объекты, которые, скажем так, являются целью для удара дальнобойными ракетами. Там трудно предположить. Сейчас мы говорим о заводе в Токмаке. До этого мы говорили о гостинице Дюна, где был нанесен удар по расположению российских военных и погиб российский генерал. Ну, все, что угодно это может быть. Любой санаторий на Бердянской косе, где, условно говоря, находятся российские военные, может стать объектом для какого дальнобойного удара, дальнобойной ракеты. Если мы говорим о ракете скальп, то это во многом аналог Storm Shadow, потому что, в общем-то, один и тот же проект. Франк и британский. Есть определенные различия в крепле этих ракет на самолетах. Очевидно, если нам их предоставили, то это проблема уже рисована. И тут у меня, кстати, уточнение. Понятное дело, что пока о Атакамсах речь не идет, поскольку они сроков и утверждения того, что они у нас будут со стороны США, нет. Но, тем не менее, а разница, в чем Атакамсы, куда, как вы говорите, подвешивать, возможно, будет для использования? Есть ли у нас ресурсы ими пользоваться? Ну, Атакамс — это ракета по форме, которая является системой «Хаймерс». Да, это баллистическая ракета, которая заряжается, то есть размещается на базе системы «Хаймерс». То есть мы знаем, что «Хаймерс» бьют теми ракетами, которые… «Хаймерс» в дальность на 84 километра, до 84 километра. Атакамс идет на дальность до 300 километров. Это баллистическая, тактическая ракета, которая используется на системе «Хаймерс». То есть потом их плавная различия. Спасибо вам за объяснение. Хочу напомнить нашим зрителям. Общались мы с Денисом Поповичем, военным обозревателем, обсуждали 506-й день войны Российской Федерации против Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.